Жителям дома отказали в просьбе перенести срок капитального ремонта на более ранний. Сослались на то, что их документы неправильно оформлены. Однако жить еще несколько лет под протекающей крышей – это мрачная перспектива. Жильцами дома номер 13 по улице Циолковского встретилась наша съемочная группа. Дом номер 13 по улице Циолковского. 1933 года постройки. В то время Воронежский авиазавод выпускает свои первые самолеты, а в этом доме проживают летчики. Дом старый, он видно тут и осыпается, вот кирпичи торчат, не сегодня, завтра на голову свалится. Крыша практически по всему дому течет. Неблагоустроенный двор. Ремонт, вот дороги тоже недавно вот засыпали, может быть с неделю назад, вот эти ямы. А в основном, вы сами видите, что здесь караул. Последний капитальный ремонт, говорят старожилы, производили здесь в 1961 году. И людям кажется, что с тех пор с домом ничего не происходило, ну кроме того, что он неумолимо ветшал. Ремонт делали в подъезде своими силами, за свои деньги, почтовые ящики тоже свои. Подвалы чистим сами, под окнами убираем сами, лично моя мама. Во дворе, в доме ничего у нас никто не делает, абсолютно ничего. Вот сейчас пошли сдвиги, потому что приехал глава Левобережного района. Дважды на Татьяну и ее мужа в ванной обрушивались фрагменты потолка. С тех пор купаются по-армейски быстро. Причем за такой своеобразный комфорт приходится немало платить. 9 тысяч мы платим за 4-комнатную квартиру. Если получается в новых домах, знакомые платят 3 700 зимой, 100 квадратных метров. А мы, получается, в этих руинах живем, все делаем сами и плюс еще платим 9 тысяч. Здесь своими силами поддерживают порядок во дворе. Люди дружные, многие знают друг друга с рождения. Но не все им по силам. И в конце концов, содержание дома – это платная услуга. Крыша никогда на это время не делалась. У меня с кухни, с крыши льется по окну. Все льется под подоконник и все в дом. Ни двор, ничего абсолютно не делается. Чердаков говорят уже какой год, что уберут все. Там захламлено все. Подвалы все текут. Все эти трубы текут. Канализация в нашем подъезде была засорена. Без воды сколько дней сидели. Канализацию вообще не пробивают. То есть приехали, там что-то поковырялись и обратно все то же самое. Вонь стояла невозможная. У жителей хватает претензий к управляющей компании «Ава Кров». Но как бы не было много проблем в доме, основная все-таки – это пришедшая в негодность кровля. Заходим внутрь. Дырки не только на крыше, но и в ступеньках. Лет 10 уже в квартире Людмилы Павловны на шкафу дежурит пластиковая емкость. Наполняется она в дождливую погоду. Людмила Павловна, ну я вижу, вот у вас этот вот тазик стоит, он неспроста. Он стоит у меня постоянно, течет, и даже мимо тазика, и по стене, и на третий этаж. Соседи ко мне приходят, спрашивают, что у тебя? А я говорю, а я не могу поймать. Что я могла, я сделала. Подставила таз, вот тряпочки повесила, чтобы на них, может быть, стекала в таз. А дальше не получается. Вот мы с соседями, мы приходим, вот эти плиты, их меняют уже распятые. Они провисают, и мы в них делаем дырку и ставим таз. Вот я и муж, мы стоим, держим. Еще раньше внучка была, та на стол залезала, мы держим тазом, чтобы вода вытекала, потому что так много воды. Пенсионерка обращалась в управляющую компанию и получила аргументированный ответ. Письмо писали Вова Кров, нам прислали ответ, что мы не делаем латочный. Я вот это письмо потеряла, где-то положила, я не помню. Вот, мы не делаем латочный ремонт. Вы там собираетесь, вы организовываетесь. Собираться и организовываться жителям помогает председатель многоквартирного дома. Граждане обратились в фонд капитального ремонта с просьбой сдвинуть сроки замены кровли на более ранний. В фонде капитального ремонта нам дали такой ответ, что здесь тем, что ваши протоколы, протоколы оформлены не по, скажем так, не по стандартам, они вернули их обратно, потому что реестр наших собственников не совпадает с реестром собственников города, скажем так. По планам фонда капитального ремонта работы по замене кровли в доме номер 13 по улице Циолковского запланированы на 2020 год. А это еще 4 осенне-весенних сезона. Времени дождей и таяния снегов. Вячеслав Запорожец, Валерий Бобкин, 41 канал. Валерий Бобкин, 41 канал.